Послание президента федеральному собранию при формировании федерального бюджета, безусловно, приоритета. Программу социальной поддержки населения уже можно назвать беспрецедентной. И дело здесь не столько в плане финансов, сколько в охвате всех слоев населения. Очень важно, чтобы бюджет страны обеспечивал развитие экономики, потому что выполнение обязательств перед людьми тесно связано, как развивается экономика. Мы сегодня вышли на допандемийный уровень. То есть экономика страны восстановилась. За счет восстановления экономики, получения дополнительных доходов, мы можем решать эти задачи. Но при этом очень важно. Президент говорит, вот мы получили первые дополнительные доходы, на что они должны быть направлены? На поддержку тех, кто в этом больше всего нуждается. Поддержка региона в следующем году будет самой солидной за все время. На нужды субъекта федеральный центр направит больше трех триллионов рублей. А это почти седьмая часть всего бюджета страны. Что касается Рязанской области, то если говорить о базовой, заложенной в бюджете сумме, то это больше 28 миллиардов. Это то, что железно. Понятно, что будут дополнительные вливания, но даже эта цифра – абсолютный рекорд. У нас было по сравнению с 2021 годом, а там было 20 миллиардов, должна была получить область, примерно 700 миллиардов рублей, 20 миллиардов 700 миллионов рублей, около того вот такая сумма, то у нас сейчас 28 с лишним, 28 миллиардов, 211 миллионов или 213 миллионов на самом деле рублей, которые получает область, я повторяю, в законе о бюджете. Как вы видите, область получит федеральные поддержки с точки зрения планов в бюджете, вот то, что в бюджете уже заложено, то, что они уже точно есть, область получит на 7,5 миллиардов больше, чем она получила в прошлом году. Больше половины прибавки, около 4 миллионов, под реализацию нацпроектов. Дорожное строительство заявлено еще одной главной темой, только на региональной и местной дороге. С федеральной казны с 2021 года Кремль начнет ежегодно направлять по 50 миллиардов рублей. Вот только к деньгам этим, по словам Андрея Макарова, неплохо бы добавить и качество дорожного покрытия. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Продолжение следует...